24 июня у нас большой праздник, один из самых важных в календаре – День Республики. Чувашии как самостоятельному государственному образованию исполнилось 97 лет. Однако, как вы хорошо знаете, Чуваши расселились на этой и других территориях значительно раньше. Откуда пошел чувашский народ, как появился на этой земле? Расскажем прямо сейчас. Чуваши – один из древних народов, предки которых образовали причудливые и большое древо жизни. Сегодня в мире насчитывается около полутора миллионов людей, считающих себя Чувашами, причем половина из них живут собственно в Чувашской Республике. Однако обживать эти земли люди начали задолго до того, как сформировалась Чувашская нация. Достоверно известный, самый древний памятник на территории Чувашской Республики датируется примерно 12-14 тысяч лет. Это эпоха финального палеолита, то есть это конец ледниковой эпохи. Это время, когда еще жили мамонты, и в этот период под городом Цивильском, где-то примерно в одном километре от него, в местечке Шолма на горе, нами найдена стоянка охотников того времени. Это интересная эпоха тем, что мы можем увидеть первых людей, заселявших нашу территорию. Конечно, должны быть и более древние памятники. Например, в Самарской области, это не так далеко от нас, известны памятники возрастом 150 тысяч лет. И у нас должны быть такие же. Но ледниковые эпохи смывали отложения, перемещали грунты, и поэтому сложная географическая ситуация, палеогеографическая. Но, тем не менее, вот это наше открытие, оно уникально тем, что это не просто памятник, а это стоянка-мастерская, там, где люди изготовляли орудия. Тут же они жили, жгли костры. На площади около 20 квадратных метров примерно более 15 тысяч единиц изделий, находок, и среди них есть кости. Поэтому мы знаем, что это были охотники на первобытных бизонов, на лошадей и на более мелких животных. Памятник интересен тем, что археологические находки приурочены к погребенному слою почвы. Это достаточно редко бывает, и мы можем наблюдать остатки древней мерзлоты, вечной мерзлоты. То есть мы знаем, что 12 тысяч лет назад на территории Чуваши была вечная мерзлота. Это тоже интересно. Несмотря на то, что этот исторический период представляется нам весьма туманно, ученые вполне в состоянии разглядеть различные процессы буквально сквозь Землю. В те далекие времена человечество развивалось медленно, но верно, и первые шаги к цивилизации были сделаны еще в каменном веке. Возникает вот эта технология расщепления камня так, что при ударе отщепляются тонкие ножевидные пластины. То есть они уже ставим по себе как орудие, как лезвие. И используя деревянную или костяную основу, вставляя вот эти лезвия туда, люди получили так называемую вкладышевую технику изготовления орудий. Ну, вот эта эпоха для меня удивительная, любимая. На смену каменному веку пришел бронзовый, плавно перешедший в железный. Научившись добывать металл и делать из него орудие производства, люди заметно повысили качество жизни. Это повлекло увеличение населения. И сразу же возникли распри, в первую очередь, на почве территориальных притязаний. Пришлось строить укрепительные сооружения. Следы таких городищ сохранились и по сей день. Одно из самых знаменитых в Батревском районе. Эти валы, над которыми мы сейчас стоим, они были как стены. Здесь протекала вода. После этого уже укрепленные стены, валы. Если были набеги, то враг не мог сюда войти. Потому что валы были очень интересно сооружены. Вход был один только. И когда входишь в городище, разные улицы, тупиковые улицы были. Если враг пошел в тупиковую сторону, он был уничтожен сразу. А вот главный вход они все равно долго не могли взять. То есть это охранный такой гарнизон в Орской Булгарии был. Вы удивитесь, но в земле можно раскопать не только причинно-следственные связи, но и общественные, и даже личные. Нужно только уметь читать по каменным осколкам, железным опломкам, глиняным черепкам. Под Алатарем у нас была большая группа археологов из Самары, Сульяновска и из Москвы. И во время раскопок один из московских коллег, увидев обнаруженный нами глиняный горшок, говорит, что это женщина из Подмосковья. То есть по орнаменту он сделал, может быть, слишком поспешный, но понятный нам вывод, что взяли женщину из территории Верхней Волги, сюда в жены, и она слепила горшок так, как учили ее лепить в детстве, и нанесла такой орнамент. Чувашский фольклор сохранил немало легенд, связанных с историей народа. Вот, к примеру, такую. В незапамятные времена в городе Сари у некоего царя росла красавица-дочь. Отец никому не показывал ее, но девушку тайно посещал Сын Солнца, и она понесла. Отец, рассердившись, укрыл ее в золотой лодке, которую пустил в море. Сияющую лодку заметили два богатыря – Болгар и Сувар. Стали делить находку. Сувар говорит, мне лодку, Батыр, мне чтоб лодки. Как привели лодку к берегу, богатыри увидели в ней красавицу-девушку-царевну. Батыр женился на этой девушке, и она родила ему много-много детей. От рода болгар и пошел чувашский народ – солнечный и дружелюбный. Одним из первых о происхождении Чувашии от булгаров высказался известный русский историк Василий Татищев. К этой версии склонялись многие ученые, в основном по-волжски – Ашмарин, Зброев, Никольский. В то же время многие считали и считают, что чуваши произошли от местных финно-угорских народов. Одна из теорий была такая, что чуваши, мол, произошли от местных финно-угорских народов. То есть ведут свое родство от морийцев, мордвы и так далее. Ну, Удмурты – это вот финно-угорские народы. Просто отчуречены были, взяли тюркский, болгарский язык, а на самом деле это являются те же самые финно-угры, как и морийцы. Другая теория была такая, что вот чуваши, мол, потомки тех, болгар, которые пришли на эту землю чувашскую нынешнюю, и здесь они ассимилировали местных финно-угоров, и на этой основе, получаясь 50 на 50 процентов, образовался чувашский народ. То ли морийцы, то ли чуваши. Ну, другая теория, конечно, она такая солидная, она обоснованная такая на научном плане многими крупными специалистами, не только российскими, венгерскими, финскими, немецкими. Это вот происхождение чуваши ведут от булгаро-суварских племен. Просто-напросто это та часть булгар и сувар, которые не приняли ислам. Те, которые приняли ислам, ну, так полагают, потом смешались с полосами, кепчаками, они стали потом назвать татарами. А те, которые не приняли ислама и перебрались на правый берег Волги, а стали здесь, ну, консервации, сохранности, скажем так, вдали от исламского мира, они как раз и являются потомками, настоящими потомками булгаро-сувар, сохранив прежде всего свой язык. Самый главный довод, самый главный аргумент вот теории происхождения чувашеского народа от булгаро-суваро – это язык. Вот кто бы что-нибудь говорил, каждый раз спотыкается на этом. Если кто-то утверждает, что чуваши не являются насильниками булгар, когда говорят, переходят на проблему языка, то сразу уже начинать спотыкаться. Да, сказать нечего. Поскольку по всем схемам, языковым схемам, составленным не только российскими, не только чувашскими, татарскими, московским ученым, но и зарубежными языковедами-лингвистами, чувашский язык сегодня является единственным языком, остатком булгарского языка. Все тюркоязычные народы – это вот наши братья, естественно, татары, башкиры, казахи, азербайджанцы, турки, киргизы, туркмены и так далее – говорят на «з» языке. Это «з» язык. То есть, а только единственный чувашский народ говорит на «р» языке. Ну, просто могу объяснить. Вот, допустим, есть слово «качел» чувашское, то есть русское слово. На всех тюркских языках это «казан», ну, варят плов, сами знаете, казан. А чувашцы говорят «хуран». Звук «з» в чувашском – это звук «р». Татары говорят или казахи говорят «кос» – это девушка. Чувашцы говорят «хер». Звук «з» и «р» меняются. И другое значение языка, вот, особенность – это чувашский язык – ламдаизм, так утверждают лингвисты. То есть, звук «эш» в других тюркских языках, в чувашском – это практически всегда звук «л». Ну, допустим, ну, татары или казахи говорят «кыш» – «зима». Вот, например, «кышбабай» – у них Дед Мороз. Ага, «кышбабай». А в чувашском – это слово «хэль». Звук «л» в чувашском во всех других тюркских языках – это «эш». Понимаете? И когда человек, ну, любопутствующий, начинает вот эти вещи, значит, изучать, внимательно присматриваться, и быстро может научиться говорить на других тюркских языках. Я имею в виду «чуваши», собственно. Вот. Вот такие особенности есть. Ну, естественно, еще третья особенность тюркских языков – это окончание множественных числа. «Сем». Вот мы говорим, ну, профессор «зем», говорим, там, студент «цем», студенты «профессора» и так далее. А во всех тюркских языках говорят «лар-лер» – окончание. Профессор «лар». Вот. «Артислар», «козлар» – девушки. То есть «лар-лер» – окончание множественных числа. Вот эти особенности были как раз в булгарском языке или языке булгар. Вы спросите, а как это, где это зафиксировано? А это зафиксировано как раз на могильных памятниках булгар, которые сохранились до XIII-XIV веков. Вот. В результате на территории, которая несколько веков спустя стала Чувашией, сформировались три группы. В общем, похожие, в частностях, разные. Чувашии делятся на три этнографические группы. Верховые, их иначе называют «верял», сами чуваши называют. Средне-низовые, Анат-Янди – это, ну, примерно центральная часть Чувашии, центральная и восточная части. И низовые – Батринские, Комсомольские, Шимушинские районы и так далее, Ячиские. Вот. Считают специалисты, что бирялы, верховые Чувашии, они практически наполовину смешаны с морицами. И поэтому в их песнях, в их орнаменте, в их фольклоре, ну, естественно, в костюме, очень много сходного с морицами, горноморицами. И поэтому первое время, когда сюда прибывали, приезжали, проезжали по территории Чувашии в Казань, но всевозможные исследователи, ученые и просто любопытствующие люди фиксировали в своих сообщениях Чувашии, не как Чувашии, писали, вплоть до 17 века, горные люди, горные черемисы, и потом еще говорят, горные татары, потому что это горная сторона, высокий берег Волги, на этом миру, где они приезжали, вот, они с трудом отличали, даже не могли отличить верховых Чувашей от морицов. Ну, они в языке не разбирались, говорят на каком-то языке, ладно, но одеяния, свадьбы, орнаменты и так далее, обряды, обычаи, как бы одинаковые, знаешь, это горные черемисы. Вот. А, конечно, язык-то он другой. В прежние времена, когда люди носили национальную одежду, различить верховых и низовых Чувашей было проще. Костюмы вирьялов были светлые, у анатри цветные, традиционные головные уборы замужних женщин – сурпаны. У верховых Чувашек были заметно короче, чем у низовых, но и те, и другие одинаково богато оформлялись вышивкой. Взять хотя бы коллекцию сурпанов Маргаушского кровеческого музея. Изнаночную и лицевую стороны невозможно отличить. Настолько аккуратны были древние мастерицы. Есть еще один секрет. Композиторы читали эти узоры, и на них, по этим узорам, можно сложить ноты и превратить их в мелодию. Ну, это так, лирическое отступление. Вернемся к вопросу о происхождении Чувашей. Несмотря на то, что ученые посвятили ему немало изысканий, кое-какие загадки все же остались. С историей всегда так. Чем дальше от нас прошлое, тем сложнее найти объяснение тем или иным явлением. Антропологические Чуваши – значит, очень смешанный народ. Есть понтийский тип, если Чуваши, это черноморский тип, предчерноморский тип. Есть монголоиды. Кстати, монголоиды, чистые монголоиды, занимают, по данным антропологов, они изучали еще 50-е годы, Трофимова и другие, Алексеева, 10 с лишним процентов чистые монголоиды. Есть славянские типы – 20%. Ну, есть и остальные смешанные типы, смешанные европейные, азиатские типы, значит, монголоидные типы. Вот. Ну, что интересно, хотя у Чуваши есть монголоиды, предки Чуваши вышли из Центральной Азии в составе гуннов, булгары, да, нет эпикантуса на глазах. Ну, складка такая. Вот вы знаете прекрасно, вот, японцев, там, монголов, якутов, значит, корейцев, у них есть складка на глазах, значит, это называется эпикантус. Типичная монголоидность, вот это вот. Вот Чуваши по типу лица, по глазам, по всем остальным признакам, вот, вроде бы, монголоиды, есть такие типы, я сказал, 10% да, 10 с лишним процентов, но нет эпикантуса. И вот задаются вопросом, как это произошло, почему нет эпикантуса? Вот должно быть, у калмыков есть, а у Чуваши нет, вот, хотя все вышли оттуда, из Центральной Азии. А вот у жителей Алатарского и Порецкого районов современной Чуваши совсем другая история. Алатарь был основан между 1552 и 1555 годами как пограничный форпост на реке Суре. Сначала состоял из военной крепости, вокруг которой в последующие годы образовались посад и три слободы. Издавна здесь жили стрельцы, и в память о воинской доблести на гербе Алатаря до сих пор красуются три колчана с острыми стрелами. В 1584 году в городе появился Свято-Троицкий мужской монастырь – самая главная достопримечательность и святыни Алатаря. За пять веков монастырь пережил многое и многих. Приходил в запустение и возрождался, неоднократно перестраивался. До середины XVIII века он был деревянным, но с 1748 года по указу Троицы Сергиевой Лавры, при настоятеле Меркурии, на месте главной церкви был заложен каменный храм, который построили в 1753 году. Спустя 50 лет церковь Святой Троицы вновь перестроили, одновременно возвели отдельно стоящую колокольню. Свой Троицкий собор есть и в селе Порецкое. Такой необыкновенный вид открывается всем, кто подъезжает к районному центру. И сразу становится понятно, почему эти места так приглянулись первым поселенцам, князьям и боярам, впавшим в немилость у Бориса Годунова. Из летописи истории российского государства мы знаем, что в 1591 году в Угличе умирает царевич Дмитрий. Родственники, приближенные Ивана Грозного, обвиняют в смерти царевича Дмитрия и Бориса Годунова. Но Борис Годунов очень быстро смог расправиться с зачинщиками восстания. Он был главный претендент на российский престол. И около 500 человек, среди них богатые люди, бояре, дворяне, князья. Среди них были даже родственники, приближенные Ивана Грозного. Были сосланы необжитые присурские пустоши на самую окраину российского государства. Прямых доказательств этой версии нет, а косвенных сколько угодно. Взять хотя бы удивительной красоты кружево, которое вязали порецкие мастерицы. Филейно-гиперной вышивкой украшали одежду и жилищи царской семьи и высшей знати. Для народных промыслов это не характерно. Вот такое богатое и интересное прошлое у нашего народа. А ведь мы всего-то успели кратко рассказать о наших корнях. До истории собственной Чувашской республики мы пока не добрались. Об этом речь пойдет в следующей программе. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова